В ночь субботы на воскресенье в Харькове исчезнут работники ГАИ и ППС. Их заменят патрульные полицейские. И работать они будут в режиме нон-стоп 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для этого Харьков был условно разбит на 24 квартала. В каждом будет дежурить свой автопатруль. Также полицейские на машинах будут контролировать правопорядок на основных магистралях, таких как проспект Гагарина, Московский, и пешком патрулировать центр и парковые зоны города. Основные их задачи, их много. Их много, начиная от оказания первой помощи. Если человек попал в затруднительное положение, у нас очень большое количество переселенцев, они будут подсказывать, максимально помогать выйти из этой ситуации. Они будут обеспечивать общественный порядок на территории города. То есть это и грабежи, и более тяжелые преступления, они везде будут выезжать, все это будут оформлять, передавать дальше для следствия, либо разбираться на месте, как бывшие сотрудники ГАИ при нарушении правил дорожного движения. А останавливать машину без каких-либо причин они уже не будут. Только если было явное нарушение, тогда они составляют протоколы. Сотрудники службы ГАИ пока останутся только в области и на стационарных блокпостах вокруг города. В городе функции ГАИ будет выполнять полиция. Также именно на полицейских возложена ответственность по контролю за пешеходами. Но остановить кого-либо просто ради проверки документов они также не могут, только при явном нарушении правил дорожного движения или общественного порядка, как, например, распитие спиртного или курение в общественных местах. И тут же на месте составят протокол. Любые другие люди в милицейской форме патрулировать улицы уже не могут, а если это происходит, лучше звонить в 102 и вызывать полицейских. Правда, если у человека нет при себе документов или он задержан при совершении преступления, полицейские доставят его по старинке в райотдел. Их реорганизация – следующий шаг реформы. При этом все действия полицейских, чтобы не было взаимных претензий, фиксируются на регистратор. Все фиксируется на видеорегистраторе, обязательно мы храним эту информацию. По решению суда, по запросам, когда открываются какие-то дела, мы можем предоставить видеосъемку. При вызове 102 к харьковчанам также должны приезжать именно полицейские. На место преступления выезжает ближайший автомобиль, а если нужна помощь, то и те, кто по соседству. Они фиксируют все, что происходит на месте. При этом пока еще остается институт участковых и криминальной милиции. Следствие в городском управлении МВД говорят, готовы к сотрудничеству с полицией. Они также совместно с полицейскими будут выезжать на места преступлений. Сейчас усовершенствовали наряды 102, усилили наряды 102, дополнительное оборудование поставили. Служба будет 102 обрабатывать все звонки, которые будут передаваться как на управление патрульной службы для реагирования, так и для выеда следственной оперативной группы. Кроме того, среди функций новой полиции оказание первой доврачебной помощи. Все курсанты прошли специальные курсы, имеют аптечки и просто помощь горожанам, если у них возникли проблемы на улице. Всем специальным и не специальным тонкостям профессии, от составления схем ДТП и стрельбы, до этики поведения, курсанты-добровольцы учились больше двух месяцев и сейчас говорят, что готовы нести службу. Нас обучали этому отдельно, у нас были предметы как толерантность, эффективная коммуникация, то есть общение с людьми с разными слоями населения, также у нас вождение, то есть нам здесь все рассказали, как подойти к машине, вплоть как завести, если сел аккумулятор, обучение проходили, даже сдавали какой-то маленький экзамен, то есть смотрели кто как водит автомобиль. Павел Гармаш один из 800 полицейских, которые завтра примут присягу и выйдут на патрулирование. Сегодня им торжественно вручили сертификаты об окончании обучения.